Самара готовится принять 540 детей из Белгородской области. Накануне они уже выехали в 63 регион. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил Дмитрия Азарова о принятом решении. Главы регионов договорились, чтобы детей приняли в Самаре на три недели. Самара присоединилась к всероссийской акции «Журавли». Ее посвятили погибшим во время теракта в Подмосковье. На площади славы зажгли 3000 свечей. Их выложили в виде картины из трех улетающих журавлей. В Самаре в минувшую субботу на территории Куйбышевского НПЗ произошел пожар. Очевидцы из окрестных районов рассказали, что ночью слышали два громких хлопка. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено. В связи с атаками дронов на объекты в Самарской области власти города опубликовали памятку о действиях в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов в небе или на земле. Жители просят быть бдительными, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации. В возрасте 64 лет скончался известный в Самарской области журналист Александр Комраков. Он многое сделал для развития региональной деловой журналистики. В последние несколько лет работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора. Коллектив «Самарагис» выражает соболезнования родным и близким Александра Комракова. В Самаре открылась выставка работ заслуженного художника России Станислава Федорова «Варианты и вариации». Станислав Федоров – художник-монументалист, график и педагог, который много лет преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии. В Самарской области спасли 15-летнюю девочку, которая провалилась под лед на Волге. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Инцидент произошел в субботу на полевом спуске. Спасенную передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Сегодня на Самарскую область обрушилась магнитная буря. На поверхности Солнца произошел выброс плазмы. Сформированное облако направилось к Земле. Земля будет находиться внутри облака весь день. Сила магнитной бури приравнивается к четвертому уровню. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. С сегодняшнего дня до 8 апреля продлится коридор затмений. Активизируется тема проявления себя в отношениях не только личных, но и деловых. Коридор затмений. Время прояснить сложные ситуации, распрощаться с энергозатратными или токсичными отношениями. Об этом телеканалу Самары ГИС рассказала астропсихолог Екатерина Бусыгина.